Теплая и практически бесснежная зима. Засушливый апрель и холодный май. Как бы активно не развивалось сельское хозяйство на качество посевов, и сто лет назад, и сегодня погода имеет серьезное влияние. Изменения климата приводят к ухудшению состояния традиционных для нашей страны культур. Еще совсем недавно на этом поле в Ксуп Демеховское реческого района планировали вырастить люцерну. Растения даже успели взойти. Однако вызванные продолжительной засухой сильные ветра сделали 50 гектаров полей аналогом пустыни. Теперь здесь посеют кукурузу. А это дополнительные траты и времени, и сил, и финансов. И, к сожалению, такая ситуация далеко не в одном хозяйстве региона. Слава богу, дожди пошли, и мы сегодня видим уже результат, все зазеленело, сработали удобрения. Но те бури пищеные, которые были, они не могли в нашем районе не сказаться, так как мелкосемянные культуры, такие как травы, посеянные порядка 300 гектар, нам придется пересевать. Яровые, они все повыходили, немного слабше, их немного позадувало, но нормально повыходили. Апрельскую засуху в этом году дополнили майские заморозки. В некоторых районах температура на почве опустилась до минус 8. Больше всего пострадала кукуруза, причем сразу в 14 районах области. Правда, погибло всего около 2% от посеянного. Еще около 8% пострадало. Время для пересева есть. Запас семян создан, а удобрений, необходимых для ухода за посевами, в хозяйствах больше прошлогоднего. Песчаная буря, первые заморозки, которые пошли, они уже повредили посеву кукурузу. Ну, повторяю, еще надо время, чтобы посмотреть, насколько печально или не печально. Сегодняшний день к уровню прошлого года где-то на 18-20 тысяч тонн действующего вещества больше, чем в прошлом году заготовлено для сельхозорганизации минеральных удобрений. Из-за достаточно сильных майских заморозков коррективы в свои планы внесли и сельхозпредприятия, которые специализируются на выращивании овощей. К суп Брилева мороз уничтожил половину ранней капусты. Однако остальные культуры удалось сохранить. У нас сейчас уже готова рассада помидор, перца, огурцов, и она готова к высадке. Но мы ее не высаживаем. Да, она немножко перерастет, но зато более гарантированно будет ее высадить на той неделе, в более благоприятные условия. А сейчас, конечно, это будет неправильно. Вообще Всемирная метеорологическая организация называет последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений, начиная с 1850 года. Среднегодовая температура воздуха в Беларуси составляет плюс 8,8 градуса. Это на 2 градуса выше нормы. В связи с заметным потеплением климата на Гомельщине увеличились посевы кукурузы. Активно засевается рапс. Впрочем, и в таких условиях ряд хозяйств Гомельской области работает более чем успешно. Пожалуй, самый яркий пример – совхозкомбинат «Заря» Мозырского района. Если выполнять строго все агротехнические приемы вовремя, в срок, то получаем неплохие результаты. И прошлый год тому же подтверждение. Мы на своих 11 тысяч сельскохозяйственных угодей собрали порядка 47 тысяч тонн зерна, свыше 30 тысяч тонн силоса, 6 тысяч тонн сеножа и полторы тысячи тонн сена. То есть, что позволило создать больше, чем годовой запас корма для всех видов животных, которые имеются в хозяйстве. Об опыте «Зари» эксперты вспомнили еще раз во время проведения областного семинара в Светлогорском районе. Его участники знакомились с опытом работы сельхозпредприятия «Дубрава Агра» филиала «Гомель Энерго». По мнению первого заместителя председателя областполкома Игоря Чеснока, Мозырское хозяйство – своеобразный ориентир. Однако повторить его результаты сегодня могут далеко не все. Для того, чтобы сегодня перенимать пример, каждый должен на свою мощь ориентироваться. Пойти сразу по тому курсу, которому идет сегодня «Зара», это значит, что для многих может так получиться, что ничего не получится. Поэтому надо сначала рассчитать свои возможности, поучиться, есть в каждом районе. Вот, пожалуйста, как в Светлогорском. Не одно хозяйство. Вот это одно из как минимум трех хозяйств, куда можно сегодня привезти, показать, рассказать и поучить. На те же самые земли, на те же самые люди и все-все-все-все остальное. Для тех хозяйств, которые аимут самим, им уже можно учиться ехать за рек. То, что мы их возим туда хотя бы всех, начальников управления. То есть, здесь, вы знаете, учиться надо у каждого. И у «Зари», и у «Дубрава», и у «Хутора Агра». У всех. Поэтому тут вопрос только зависит, а, какую цель ставит перед собой хозяйство, и, б, какими на сегодняшний день возможностями располагает. А начать большую технологию большими площадями и не иметь для этого оборотных средств для того, чтобы сделать все в жесткой диктатуре технологий, ну, это неправильно. И еще один момент, на который необходимо обратить внимание. В это непростое для всего мира время хочется верить, что последствия коронавирусной пандемии не окажут критического влияния на качество пищевой продукции и ее ассортимент на полках магазинов. Опасности от этой пандемии подвергаются не только жизни, но и источники средств к существованию. Именно поэтому к пассивной 2020 года в Беларуси такое пристальное внимание. В Минсельхозпроде убеждены, наша страна может нарастить поставки в страны, столкнувшиеся с нехваткой продовольствия в условиях пандемии. Местная аграрная политика позволяет учитывать происходящие изменения на рынке продовольствия как внутри страны, так и за ее пределами. В 2020 году в республике сохраняется положительная динамика в производстве продукции сельского хозяйства, что позволяет не только обеспечить внутренний рынок, но и развивать торговлю. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели.